Приветствую вас! Вы знаете, с точки зрения психологии, вообще-то говоря, сила воли, как таковая, является достаточно нежелательной историей, потому что, как правило, через силу воли, люди, как правило, через силу воли люди, совершают, как раз таки, глупости. Вот. Почему глупости совершают, да? Потому что сила воли, в данном случае, используется человеком, как правило, опять же, как правило, для того, чтобы что-то преодолевать, что-то, ну, значит, как бы подавлять, переступать, ломать, действовать насилу, насильно, простите, действовать насильно, да? То есть это, как бы, постоянное пересиливание себя. Это слова «надо», это слова «должен», и так далее. Вот. То есть понятно, что прокрастинация, если мы говорим о ней, является, в общем-то, значительной проблемой, действительно, серьезной проблемой. В том случае, когда, допустим, на человека это очень негативно влияет, да? То есть в том случае, когда человек вот уже остается без средств, например, к существованию, да? Человек остается, например, без, вообще без всего, вот, и он по-прежнему там что-то, значит, откладывает на потом. Вот в этом случае, конечно, да, в этом случае, действительно, прокрастинация является проблемой. Это так, это правда. Вот. В остальном, в остальном, ну, знаете, прокрастинация, это скорее, нельзя назвать это заболеванием, да? Это вот, это симптом, это состояние, состояние, которое встречается у людей в определенных социальных условиях, да? То есть, как правило, там крупные города и так далее. Вот. Что позволяет сделать вывод, что данное состояние является социогенным. Социогенное состояние означает, что обусловлено социальной средой. Ну, получается, что то, что происходит, имеет, значит, основы, да, имеет причину в социуме человека. А не, собственно говоря, а не внутри него. То есть, прокрастинация, то это происходит, приходит извне человека. Человек. И понятно, что она человеку для чего-то нужна. Понятно, что человек ничего бы не стал делать без собственной выгоды, да? То есть, там даже, где, вот, есть прямой вред, то есть, зависимость, да, алкоголизм, там, вот, что-то такое. Ну, там, даже в этом случае у человека все равно есть какая-то своя выгода, да? В этом случае все равно у человека есть, ну, какие-то, свои, ну, сейчас, вторичные такие причины, по которым он поступает вот именно так, а не иначе. Другое дело, что разобраться он не может, другое дело, да, но это вообще деталь. Итак, первое. Вам нужно понять, для чего вам прокрастинаст. Чего вы избегаете? Вот, а если говорить о проектах, да, то я так понимаю, что это бизнес, предпринимательство. Вполне возможно, что вы боитесь конкуренции какой-то, вполне возможно, что вы боитесь неудачи, вот, вполне возможно, что вы боитесь успеха, да? То есть, все вот эти вот моменты, вот, последовательно, их нужно разбирать, да? То есть, что для вас проект значит? Как выстраиваются ваши мысли в момент, когда вы начинаете откладывать все, там, на базу? Ну, потому что даже слово, само слово прокрастинация, это же, ну, просто игра. Это же, это, это игра, просто, ну, просто игра. Это игра, игра слов, за которой вы, вы, за которой вы прячете, к сожалению. Потому что вы не описываете своих чувств, вы не описываете своих эмоций, вы не описываете того, что вы чувствуете, вы не описываете того, что с вами происходит. Вместо этого вы говорите, у меня прокрастинация, все, спрятались за термином, спрятались за симптомом, да, ну, вот, как вы его называете, спрятались за ним, все. Что все хорошо, все здорово, вроде бы. Нет, не все хорошо и не все здорово. Почему? Потому что так это не работает. Нельзя просто сказать, что у меня прокрастинация и все, вот. И говорить, как мы разлились с силой воли, то есть, как одну силу, которая непонятно откуда и непонятно для чего взялась, а подавить другой силой, только уже сознаться. Подавить, то есть бороться. Ну, вы хотите еще больше мне в рот, и я не думаю, что это хорошая для вас идея. Дальше, постоянно откладываю живым предвкушением. То есть, вы живете фантазиями, вы живете мечтами, вы живете иллюзиями. Если вы живете фантазиями, если вы живете мечтами и иллюзиями, это означает, что вы туда, в эти фантазии и мечты сбегаете. Вы сбегаете. Реально для вас слишком тяжела. Но почему вы решили сбегать в фантазии и иллюзии? Почему вы решили убежать туда? У этого есть свои причины, я полагаю. И с этими причинами, в том числе, нужно работать. Когда вы решили действовать именно так? Когда вы решили убегать в фантазии? Почему фантазии для вас более привлекательны, чем реальные действия? А действия даются тяжелым. А что тяжелого в этом действии? Какой элемент действий тяжел? А как эмоционально вы это проживаете? А что вы чувствуете? А откуда у вас это чувство возникло? А когда вы в первый раз вот это чувство ощутили? А что было тогда? В результате чего это чувство было? А чего вы хотели в тот момент, когда вы первый раз ощутили этот тяжел? А как вы реализовали то, что вы хотели? А давайте попробуем реализовать сейчас то, что вы хотели тогда, совершая какое-то действие. А ради чего это действие вы совершали тогда? Ведь точно не ради себя, я полагаю. Понимаете, есть вот в психологии такое понятие, как «трудить тяжело». Это психологический драйвер. Вот это интроект, то есть пришедшая извне установка, что если я стружюсь, если я вот что-то делаю, у меня труд, какой это труд, это обязательно трудно, это обязательно тяжело, это обязательно преодолевание, это обязательно героизм, обязательно какие-то подвиги, да, но это же не так. Но если человек с детства, например, этому следует, то он привыкает видеть труд именно так. И другой труд, который исключает данную историю, человеку, человеку уже не подходит. Вот тут как бы возникает вопрос, да? Какое у вас отношение к труду? Вот следя по всему, что вы, значит, занимаясь бизнесом, да, ну, не очень отдаете себе отсчет в том, что такое именно бизнесоведение, то есть ведение бизнес, что это такое, что такое. Это, значит, вести бизнес свой, что это означает, что это означает. Вот. И, как бы, может быть, у вас, наверное, представление об этом. А много думал, может, дело не мое, но нет, если все-таки доделываю что-то, появляется чувство, что все правильно, идет как надо, чувство удовлетворения. Слушайте, слушайте, ну, все правильно, идет как надо, это немножко не та история. Все правильно, идет как надо, это, скорее, ваш внутренний оценщик, ваш внутренний критик, ваш внутренний судья доволен. Но не вы. Все правильно, идет как надо, это оценка. Все правильно, идет как надо, это критик. Все правильно, идет как надо, это установка извне. Но не так, как я хочу. Удовлетворение, да, вы чувствуете удовлетворение, потому что все идет как надо, все идет как правильно. Но, как бы сказать, между как надо и правильно, не обязательно стоит знак, между как надо, между правильно и удовлетворением не обязательно стоит знак «равно». Над этими вещами может стоять и неравенство. У вас состоит равенство, но это нужно исследовать. Ещё раз, если вдруг этот момент вы не поняли. То, что всё идёт как надо и правильно, это доволен ваш внутренний цензор, ваш внутренний судья, ваш внутренний критик. Но не вы. Удовлетворение вы испытываете из-за того, что сидя критик в цензор на время успокаивается, когда вы делаете то, что надо и правильно. Вам становится краще, чтобы расслабляетесь. Вы регрессируете в момент регрессии, и вам вы испытываете удовлетворение. Это тоже нужно изучать, что такое удовлетворение. Что это за чувство удовлетворения? Знаете, ваше дело не идёт как правильно и не идёт как надо. Оно идёт так, как я хочу. Вы делаете его так, как вы хотите – это очень большой вопрос. И бизнес у вас получится лишь только в том случае, если вы будете делать его так, как вы хотите. С некоторыми поправками на реальность, с некоторыми поправками на, конечно, какие-то объективные внешние рамки. Но только как я хочу, а не как надо. Дело тут точно не в том, что это не моё. Ну, я уже вам объяснил, что это абсолютно не факт, а в самодисциплине. Как же её развить, какие могут быть причины, это я откладываю дела постоянно. Причины, причины я вам сказал, именно причины. А развивать волю опасно. Можно ещё больше погрузиться в этот вот невроз, в это состояние, неудовлетворённости, которое вы испытываете сейчас. Потому что, ну, вполне вероятно, что ничего хорошего, ничего хорошего у вас из этого не получится, к сожалению. Такой момент, так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. То есть техник на повышение самодисциплины, их много. Я полагаю, что вы можете их в интернете посмотреть. Ну, кто-то там и работал с вниманием, да, ну, опять же, с вниманием у вас проблем нет. Концентрируйте, концентрируйте свои, я как я понимаю, успешно. Вот. То есть это всё, как бы, это вот коуч, да, специально в касселе, разбитие на задачи, последовательное выполнение одной задачи, да, отслеживание своих сил, там, соответственно, этот коуч, ключ, гештальт, как бы, подход. Ну, вот. Выявление, выявление, выделение, выделение главного и фона, да, фигуры и фона, это вот всё про гештальт. Но, скажи, это не причина. То есть нельзя просто взять и развить себе самодисциплину. Знаешь? То есть вот, к примеру, могла быть такая история, да, что, вот, допустим, описывайте историю. Вот я работаю, ну, к примеру, там, где-то. Где-то я работаю. Работаю хорошо, всё мне нравится, всё здорово. Ну, коллектив, начальник, всё это, всё круто. Ах, вот. Ну, проблема, значит, в том, что я вот всё время опаздываю на работу. Всё время опаздываю на работу. В том, что, как бы, поводов никаких нет. Вот как мне повысить свою дисциплину, самую дисциплину? Ну, так мы с вами будем работать, откуда опаздывать? Почему опоздание возника? Для чего они вам? Это не просто так, это не просто так. Понимаете? То есть человек является саморегулирующей системой. Саморегулирующая система себе во время не делает ничего. Даже, даже самоубийство, если оно возникает, человек делает потому, что он считает, что ему это как-то, ну, это ему выгодно. Это ему, и вот он видит плюсы в этом для себя. Какие плюсы, это уже другой вопрос. Он эти плюсы видит. Они есть. Для человека. Понятно? Поэтому, с точки зрения психологии, с его воли есть глупость. Волевые люди, которые преодолевают. Это люди глупые. Исключение составляет только, вот, экстремальные ситуации, да, там, война, там, соответственно, какие-то катастрофы, природные условия, да. Там, вот, там, ради, ради выживания нужно, вот, проявлять волю, силу воли. Но в обычной, в обыденной жизни, в обычной жизни. Сила воли, по принципу, не нужна. Если я испытываю силу воли, значит, я себя преодолеваю. Понятно, что иногда, когда, вот, мы занимаемся любимым делом, да, нам не хочется, бывает, там, неудачи какие-то нас постигают. Тут мы используем силу воли, потому что, ну, как бы, чтобы преодолеть такое, вот, ну, минутное расстройство, да, сиюминутное расстройство, сиюминутное, такую, ну, может быть, агрессию, огорчение и так далее. Мы знаем, что это не постоянно, мы знаем, что это, вот, ситуация, но мы это преодолеваем. Это нормально, для этого силу воли нужна. Но, когда это происходит постоянно, как у вас, тут силу воли только будет, эээ, еще больше усугублять проблему вашу. Вот. Я надеюсь, что вы для себя выводы все-таки сделаете, надеюсь, что вы для себя какие-то новые вещи поджеркнете и, соответственно, уже, исходя из, этого, исходя из этого, выберите дальнейшую стратегию своего поведения. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok